Майка топ крючком по диагонали на мамочкином канале. Будем вязать маечку сверху. Это первая часть. Вяжем горловину и бретели. Вот так выглядит эта маечка. Под видео я оставлю ссылочку на статью, где есть схемы. А для начинающих вязальщиц записана серия видео уроков. Сейчас схематично расскажу, как мы будем эту маечку вязать. В первом видео уроке мы будем вязать бретели по кругу вверх маечки. Во втором видео уроке будем вязать вот эту часть поворотными рядами для переда и для спинки. В третьем видео уроке будем вязать основную часть опять по кругу. В четвертом видео уроке надвязываем уголки внизу маечки поворотными рядами. И в пятом видео уроке обвязываем маечку по кругу. На экране все пять частей видео урока. Напоминаю, мы находимся на первой части. И так начинаем вязать. Можно набрать обычным способом четное количество воздушных петель по всей длине горловины маечки. Причем на спинке и на передней части маечки вырез у нас одинаковый. я предлагаю немножко другой способ. Вот обычно мы в этом способе берем четыре длины нашей горловины. Но сейчас на всякий случай возьмем пятую длину и начинаем набирать цепочку из воздушных в сторону хвостика ниточки. И здесь мы уже можем не считать, какое количество мы набрали, четное, нечетное. Просто до конца этой ниточки набираем цепочку из воздушных петель. Потом мы можем распустить очень легко тот хвостик, который нам не пригодится. Вот примерим примерно на себе. Вот. Примерно нам например нравится вот эта вот длина и останется какой-то небольшой хвостик. Возможно, когда мы будем набирать, вязать сейчас первый ряд, цепочка из воздушных немножко стянется и мы сможем прикинуть снова по горловине наш размер и распустить или надвязать немножечко этой цепочки. Итак, вяжем первый ряд. Набираем три воздушных подъема и еще одну. и начинаем вязать столбик с накидом в пятую петельку. Первый ряд мы вяжем филейной сеткой. Чередование одного столбика с накидом и одной воздушной. Пропуская одну петельку цепочки в следующую вяжем столбик с накидом. Снова одна воздушная. Опять пропускаем петельку в следующую вяжем столбик с накидом. И так будем вязать целый ряд. Сомкнем мы в кольцо в конце этого ряда. Вот. Довязываем до нижнего уголка. то есть мы начинаем от плечевого шва вязать и нам нужно до центральной точки горловины переда довязать. Вот например как раз у нас в следующую вкалывание мы делаем через петельку вот как раз через петельку в следующую петлю мы уже будем вязать уголок наш. Уголок вяжется так вяжется столбик с накидом одна воздушная в эту же петельку второй столбик с накидом одна воздушная и туда же третий столбик с накидом таким образом у нас будет вырисовываться уголок и в каждом ряду уголок у нас будет вот так вязаться дальше опять филейная сетка одна воздушная через петельку столбик с накидом и так вяжем до следующего уголка который у нас находится на спинке чередуем один столбик с накидом и одна воздушная вкалывание через петельку нам нужно сориентироваться сколько нам таких столбиков еще вязать вот у нас получается 11 столбиков вместе с воздушными подъема и в эту сторону мы должны значит провязать два раза больше 22 то есть мы переходим через плечо и вяжем по спинке уже вот 22 наших столбика мы связали теперь нам нужно связать такой же уголок который находится на спинке нашей маечки опять одна воздушная и через петельку вяжем уголок столбик с накидом одна воздушная туда же второй столбик с накидом одна воздушная и третий столбик с накидом воздушная одна воздушная и опять через петельку дальше продолжаем вязание филейной сетки столбик воздушную столбик с накидом воздушная и так еще получается 11 столбиков с накидом провязали 11 столбиков с накидом после нашего уголочка 10 провязали вот 11 одна воздушная и можно соединить наш ряд в кольцо вот здесь у нас тоже получается наши 11 столбиков вместе с тремя воздушными подъемами и так мы одну воздушную сделали и теперь мы должны прикрепиться оставив одну петельку с левой стороны соединительным столбиком прикрепились дальше можем начать вязать следующий ряд наберем 3 воздушные и оставим пока соединим нашу цепочку в этом месте нужно сделать еще одну примерку подходит ли нам данная горловина не хотим ли мы ее увеличить или уменьшить если мы хотим внести какие-то изменения то нужно или надвязать вот по этой цепочке или первый ряд тогда мы распускаем до первого уголочка и там уже сдвигаем этот уголочек если все нормально то распустили цепочку и распускаем так чтобы одна у нас воздушная осталась и соединяемся тоже от столбика с правой стороны отступив одну петельку пропустив под соединительной петлей присоединяемся то есть чтобы у нас узор не пострадал мы должны в основании по одной воздушной оставлять и наверху тоже по одной воздушной между столбиками оставлять и так вяжем второй ряд второй ряд тоже будем вязать филейной сеткой 3 воздушные связали вяжем четвертую и над каждым столбиком с накидом вяжем столбик с накидом одна воздушная столбик над столбиком и так доходим до уголка в каждом ряду уголок у нас вяжется практически одинаково разница только вяжем ряд филейной сеткой или сплошными столбиками с накидом вот например вяжем ряд филейной сеткой в уголочке нам нужно выделить вот этот центральный столбик петя мы вяжем над первым столбиком тройки столбик с накидом одна воздушная над центральным столбиком тройки вяжем такой же уголочек сせед Woah 1 воздушная туда же второй столбик с накидом 1 воздушная туда же 3 столбик с накидом связали уголочек дальше 1 воздушная и в третий столбик тройки столбик с накидом вяжем дальше 1 воздушная И как обычно, над столбиком столбик, одна воздушная, над столбиком столбик. И так вяжем до следующего уголочка. Вот встретили уголочек второй. Опять. Над первым столбиком тройки столбик с накидом, одна воздушная, над уголочком вяжем уголочек. Одна воздушная, над третьим столбиком тройки столбик с накидом, одна воздушная. Вот над центральным получается столбиком уголочком мы связали такой же уголочек. И дальше до конца ряда вяжем филейную сетку. Присоединяемся в третий воздушный подъема, одну воздушную оставляем с левой стороны. Вяжем следующий ряд. Он у нас будет уже ряд сплошной, без столбиков с накидом. Вяжется он так. Три воздушные, как всегда, набрали. И вяжем под воздушную столбик с накидом и над столбиком столбик с накидом. И так заполняем целый ряд. Под воздушную, над столбиком. Под воздушную, над столбиком. И так доходим до уголочка. Как мы вяжем уголочек, когда у нас ряд сплошной. Под воздушную, всегда мы вяжем столбик с накидом. Над первым столбиком. Тройки. Вяжем столбик с накидом. Под воздушную. Столбик с накидом. Над центральным столбиком. Вяжем, как и в предыдущем ряду, такой же уголочек. Столбик с накидом. Одна воздушная. Туда же второй столбик с накидом. Одна воздушная. Туда же третий столбик с накидом. То есть уголочек над центральным столбиком такой же. Дальше под воздушную, опять столбик с накидом. Над третьим столбиком тройки столбик с накидом. И дальше заполняем весь ряд до следующего уголочка. Под воздушную вяжем столбик. И над столбиком вяжем столбик. Вот так вырисовывается уголок. Дошли до следующего уголочка. И опять над первым столбиком вяжем столбик с накидом. Под воздушную связали столбик с накидом. Над центральным столбиком тройки вяжем уголок. Столбик с накидом воздушная. Второй столбик с накидом воздушная. Третий столбик с накидом. Дальше опять под воздушную столбик. следующий 3 получается столбик стройки столбик дальше до конца ряда заполняем все столбиками с накидом довязали до конца ряда под последнюю воздушную провязали столбик 3 воздушной прикрепляемся соединительной петелькой вот связали уже три ряда наших лямочек здесь мы должны количество рядов вязать такое чтобы нам подходила ширина лямочки у каждого будет свое количество рядов я в конце видео покажу на реальной маечке сколько рядов провязала я чередовать мы будем дальше 3 ряда филейной сетки 1 ряд сплошной сейчас будем вязать и 5 ряд филейной сетки набираем 3 воздушные заменяющий первый столбик и еще одну воздушную через столбик вяжем столбик с накидом 1 воздушная через столбик столбик с накидом воздушная через столбик столбик с накидом то есть мы пропускаем тот столбик который у нас вязался над воздушной и так вяжем до уголочка пришли к уголочку когда вяжем ряд филейной сетки над сплошным никогда не вяжем столбик с накидом над тем столбиком который вязался над воздушной всегда только над тем столбиком который вязался над столбиком филе филейной сетки и так в первый столбик тройки провязали столбик с накидом 1 воздушная в центральный В столбик тройки вяжем наш уголок, воздушная, над третьим столбиком тройки вяжем столбик с накидом, воздушная, опять пропускаем столбик, который вязался над воздушной, и следующий столбик с накидом, воздушная, пропускаем, именно над тем вяжем столбиком, который вязался над столбиком предыдущих рядов филейной сетки. И так вяжем до конца, до следующего уголочка. Встретили опять уголочек, над первым столбиком вяжем столбик, потом не забываем одну воздушную, над центральным столбиком вяжем уголок, одна воздушная, над третьим столбиком вяжем столбик с накидом, одна воздушная, и дальше опять пропуская столбик, который вязался над воздушной, вяжем столбик с накидом. И так до конца ряда. В конце ряда прикрепляемся к третьей воздушной подъема, с правой стороны, с левой стороны у нас остается одна воздушная. И так, связали ряд филейной сетки над сплошным. Дальше мы будем вязать еще один ряд филейной сетки. В принципе, как его вязать, мы рассматривали его в втором ряду. То есть мы набираем 4 воздушных подъема и вяжем столбики с накидом над столбиками с накидом, между ними по одной воздушной. Главное при вязании этой маечки запоминать, как вяжутся уголки в сплошных рядах и в рядах из филейной сетки. Если запомнить, как вяжутся уголки, то остальное, в принципе, запоминать остального и нечего. Вот, например, моя маечка. Я вязала, начинала с двух рядов филейной сетки, затем сплошной ряд, три ряда филейной сетки, сплошной ряд и еще один ряд филейной сетки. Всего 8 рядов для маечки. Если вам нужно пошире, вяжите дальше. Но хочу отметить одно, что обязательно мы вяжем сплошной ряд или через ряд филейной сетки, или уже через три ряда филейной сетки. Это необходимо, потому что мы будем вязать во второй части поворотные ряды и нам сплошной ряд всегда должен проходиться на лицевую сторону. Поэтому или через один, или через три. Предлагаю через три, так маечка полегче смотрится. В следующей части мы будем вязать поворотными рядами перед и спинку. Пока!